Сокол-300. Украинский ударный беспилотник. Украинский ударный беспилотный летательный аппарат Сокол-300 разрабатывался конструкторским бюро «Луч». Он оснащается отечественной оптико-электронной станцией, может использовать несколько типов двигателей, как украинские АИ-450Т2 и МС-500В-05ССЭ, так и иностранного производства Ротакс-914. Беспилотник Сокол-300 объединяет в себе разведывательные технологии и различные виды вооружения, в том числе управляемые ракеты. Число в названии означает, что аппарат способен переносить до 300 килограммов полезной нагрузки. Стандартная комплектация предусматривает четыре крылатые ракеты, установленные на подвесах под крыльями. Его вес, дальность хода, длительное время пребывания в воздухе дает ему возможность работать на расстоянии сотни километров от точки взлета. Однозначно по Крыму Украина сможет работать качественно. Такое оборудование также ставит под угрозу цели, которые могут находиться на территории Российской Федерации. В зависимости от типа двигателя отличается и его пустой и полный вес. В варианте САИ-450Т2 эти показатели составляют 535 и 1225 кг соответственно для МС-500В-05СЭ, 530 и 1220 килограммов, и для РОТАКС-914-420-1130 кг. Смотрите дальше. Дальше будет интересней. Подписывайтесь. Комментируйте. Ставьте лайки. И обязательно включите уведомления. Полет беспилотного летательного аппарата СОКОЛ-300 осуществляется на максимальной высоте 10-12 километров. Управляется инерционным блоком с лазерными гироскопами, разработанным предприятием специального приборостроения «Арсенал». Вооружение, управляемые ракеты типа РК-2П, Р-2 и РК-10 с радиусом действия до 10 километров. СОКОЛ-300 можно оснащать радиотехническим оборудованием, малогабаритной бортовой радиолокационной станцией и радиолокатором с синтезированной апертурой. Радиолокатор с синтезированной апертурой может сканировать полосу земли шириной 5 километров с точностью 30 на 30 сантиметров. Кроме фото и видео, СОКОЛ-300 способен составлять подробные карты местности, отмечая расположение техники и живой силы ВС РФ, командование ВСУ сможет использовать ее для планирования наступательных действий и нанесения дистанционных ударов. Беспилотник СОКОЛ-300 оснащается отечественной оптико-электронной станцией, станция уже испытана в составе противотанкового ракетного комплекса «Барьер» для вертолетов. Управление комплексом осуществляется с мобильного пункта управления, унифицированного с пунктом управления ракетного комплекса РК-360МЦ «Нептун» и размещаемого на шасси грузового автомобиля. Однако, как отмечают военные эксперты, серийное изготовление оружия в Украине будет находиться под угрозой ракетных ударов, поэтому придется искать новые площадки для создания серийных образцов в Украине, где-то в горах или совместно с партнерами на территории других стран. Но, как известно, для украинцев не существует нерешаемых задач, что в 2022 году уже было неоднократно продемонстрировано.